Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, пришедшие в Дом молитвы, приветствую вас с именем Господа нашего Иисуса Христа. И всех приветствуем, кто смотрит нас сегодня по интернету. Хочу сегодня предложить тему для рассуждения. Не ограничивайте Бога. Прочитаем текст, записанный в Священном Писании, Ивангелие от Матфея, 21 глава, 21 стиха. И Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделается то, что сделано со смокомницу, но если и гореться и скажете, поднимись вверх, здесь море будет, и всего, чего не попросите в молитве с верою, получите. Мы живем в век, когда расщепили и научились использовать силу атома. Но намного мощнейшее средство, это сила молитвы. Тот, кто на коленях в молитве перед Богом, намного сильнее, тот, кто в танке или за ракетой. Мы живем в то время, когда народ преклоняется пред Богом, и их молитвы, их сила намного больше, чем тех, кто сражается на поле брани. Молящийся народ имеет больший потенциал, чем те, которые сражаются на поле брани. Прекрасное средство, подаренное людям, Богом, это общение с Ним. Для тех, кто молится, обращается к Всевышнему, слова, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет, то есть поволится ко мне, услышу Его, я с Ним скорби избавлю и прославлю Его. Долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Наши проблемы решаются в общении с Богом, в молитве. Читая Священное Писание, мы можем поражаться, сколько времени Христос проводил в молитве. В течение дня к Нему приносили больных, хромых, слепых коллег, и Он исцелял, но ночи проводил в молитве. Как небрежно мы относимся к молитве. Утром короткое общение с Богом. В течение дня были заняты, вечером вспомнили, нужно помолиться. Но не такой молитвы ждет от нас Господь. Он проводил ночи в молитве. Рассеянные молитвы ограничивают Бога. Встали на молитву и не можем сконцентрировать наше внимание. Молимся и вспоминаем, нужно сделать одно, второе и третье еще не закончили. Замечено, что мы свое внимание можем концентрировать на чем-то всего лишь несколько секунд. Представим, мы на приеме у короля Англии. Он обращается к нам, говорит, мы слушаем его внимательно. Мы не отвлекаемся. Король говорит лично ко мне. Мы все во внимании. В молитве мы на приеме царя царей, господствующих, творца, который создал всю вселенную. И он ждет, чтобы мы сконцентрировали наше внимание, не отвлекались с ним, когда мы говорим ему и когда он обращается к нам. О том, что нужно концентрировать внимание во время молитвы, хорошо иллюстрирует текст Священного Писания, когда ученики, увидев Иисуса и идущего по воде, они испугались. Матфея 14 глава 28 стиха. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде. Он сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал, Господи, спаси меня. Иисус в тот час простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерно, зачем ты усомнился. Когда Петр шел по воде, смотрел на Христа, он шел нормально. Но как только почувствовал сильный ветер, посмотрел на волны, он начал тонуть. И Господь протянул руки. Очень важно во время молитвы не отвлекаться на посторонние вещи, предметы. Кто невнимателен Господу во время молитвы, тот ограничивает Бога ответить на наши просьбы. Вспомните, кто был влюблен, мы с любимой или с любимым проводили часы. Мы не замечали, как мы несколько часов уже общаемся, говорим и не можем наговориться. Мы, наша церковь, ну церковь Иисуса Христа, Вселенная, это невеста, а жених Иисус Христос. Мы любим с Ним общаться. Когда мы молимся, мы изливаем нашу душу, и Господь слушает нас. И сердечными словами Он обращается к нам, к нашему сердцу, говорит. Когда мы концентрируем внимание на Господе, не отвлекаемся, то мы принимаем все слова, которые Господь говорит нашему сердцу. Жизнь это борьба между добром и злом, между Богом и лукавым. Господь хочет отдать добро, а лукаво зло. Мы желаем, чтобы в нашей жизни все было хорошо. Мы желаем, чтобы наши родственники и мы не болели, чтобы на улице было не холодно и не тепло, чтобы благополучие сопровождало нашей повседневной жизни и не было никаких катаклизмов. Но Господь допускает в нашей жизни шторм, поднимается буря на море, для того, чтобы встряхнуть нас, чтобы мы обратили свой взор на Иисуса Христа. Не повседневные проблемы и заботы тревожили нас, а Иисус Христос был в центре нашего внимания, чтобы мы обращались к Нему. И молитвы, это часть борьбы, когда мы одерживаем и получаем благословение. Христос сказал, учил, просите и получите. На небе находятся огромные богатства, которые приготовил Господь для людей, на которые никогда не было запросов. Когда мы не молимся или недостаточно молимся, тем самым мы ограничиваем Бога послать нам то, что Он приготовил прежде для нас. Не ограничивайте Бога. Непрестанно молитесь, писал апостол Павел, это как лозунг, как требование, чтобы мы были в молитвенном состоянии. Это не значит, что мы должны все 24 часа произносить молитвенное состояние. Непрестанно молиться, это значит быть на связи с Богом всегда. Случай и с пережитым. Бухьярди в саду фруктовом белки завелись. И так их много, что я то, что не предпринимал, никак не мог их избавиться. Какие средства не потреблял? Уже до того дошло, что я уже насобираю персиков, тарелку поставлю на забор, чтобы они приходили кушали. Они проигнорируют, пробегают, бросаются на мое дерево и перекусают много этих персиков, других фруктов, перепортят и уходят. Я просто устал, ничего не получается. Тогда была совершена молитва. Господи, благодарю, что Ты отвечаешь на молитвы. Помоги мне избавиться от белок. Я верю, что Ты ответишь на молитву. Амин. Буквально через несколько дней я услышал, что какая-то белка кричит. Я вышел из дома, смотрю от соседей по забору, бежит белка ко мне, а на ней летит птица и клюет ее. Белка продолжает бежать, а птица летит на ней и клюет ее. Она уже, белка, забежала на соседний дуб, а птица продолжала клевать ее. Я так удивился, зашел домой, через два дня выхожу, все белки исчезли. Я говорю, Господи, я благодарю, что таким путем Ты ответил на молитву. Когда мы молимся, мы часто ставим наше воображение, рисуем сознание, что Бог ответит именно таким образом, как я думаю. Но Господь, Его разум не и следим. И Бог отвечает на наши молитвы, когда мы приходим к Нему так, как Он считает нужным и правильным. Он премудрит Творец, Он создал животных, птиц и растения для человека, а слава принадлежит только Ему. Одно из самых важных условий отвеченных молитв – это вера. После того, как не нашли плодов на смоковнице, Христос произнес слова, и смоковница засохла. Иисус сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру, не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если даже и гореться и скажете, поднимись и вернись, море будет, и все, чего не попросите в молитве, с верой получите. Молитва – это могущественное средство. Средство, если мы используем его, чудеса происходят в нашей жизни и сегодня. Но когда молящийся не верит или недостаточно верит, он ограничивает Бога ответить на ту просьбу, с которой мы обращаемся к Нему. Христос сказал, если, то есть поставил условие, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделается то, что сделано со смоковницей, а если не будете верить, вы не получите. Кто не верит, тот ограничивает Бога. Бог хотел бы послать, ответит на нашу нужду, а мы не верим, мы ограничиваем Бога. Мы виноваты, Бог с своей стороны делали все, чтобы нам ответить на молитву, послать, а мы сомневаемся, а мы не верим. Бог не отвечает на наши молитвы. Молитва, вера в молитве важна и очень важна. На море поднялась буря, да такая, что лодку заливало. Опытные рыболовы попадали в шторм не один раз, и они знали, как выходить из этого шторма, как плыть к берегу, но как везти в этом случае они уже не знали. Они понимали, еще пару минут, и мы все пойдем на дно. В панике они обращаются к своему учителю. А он спал на корме, на возглаве. Ему, его будет оговорять ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни и перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? В посрочном переводе написано, Христос сказал, разве вы еще не имеете веру? Вы же видели чудеса. Вы видели, какой могущественный Бог. Почему у вас еще нет веры? Господь совершал много раз. Они поражены, что ветер и море утихло. Ученики были напуганы не только то, что море поднялось и успокоилось. Их море, буря была не только на море, в их сердце. Погибаем. Они правильно сделали, что в первую очередь обратились к Иисусу Христу. Но неверный шаг, что они сомневались. Как бы ни грозила буря, как бы ни заливал шторм житейских проблем, мы уверены, что с нами корче Иисус Христос. И Он выведет нас из этой ситуации. И когда мы взываем к Нему, Он протянет свою руку и вытащит нас из той проблемы, в которой мы оказались. Я читал, когда готовил эту проповедь, обратил внимание, что написано, что по срочном переводе, когда Христос сказал морю, молчи, а не мей. И сделалась великая тишь. Настолько тихо, звенящая тишь наступила, что ученики были просто потрясены и поражены. Этим Христос сказал, что если будете иметь веру, то вот эти знамения и чудеса будут сопровождать и ваши жизни. Я буду отвечать на ваши молитвы, когда вы будете верить. Мы в надежных руках, защищенных руках небесного Отца, пастыря. И мы с верой сегодня произносим слова. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит из руки моей. Это обещание мы принимаем веруем. Почему на одни молитвы Господь отвечает, а на другие нет? Почему на одни молитвы Господь слушает и спешит с ответом, а на другие Господь молчит? Для иллюстрации два примера коротких из Священного Писания. Царь Ахав знал, что по молитве пророка Ильи нет дождя. И уже три с половиной года он послал во все концы земли, куда только можно было послать, чтобы найти Илью. Он знал, что Илья скажет, и пойдет дождь. А что не было тех людей, которые молились или взывали три с половиной года засуха. Не было орастительной системы, как сегодня, и скот должен был умирать. Страва и деревья все высохли. Три с половиной года нет дождя. Когда мы знаем, что Господь молится, что человек, который молится Господу, и на его молитву отвечает Бог, мы обращаемся к нему, просим, чтобы помолился за нашу нужду. Мы знаем, что по молитве этого человека Бог много раз отвечал. И Ахав пишет в 5 главе 17-18 стих. Илья был человек, подобный нам, молитвую помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и не был додол дождь, и земля произрастила плод свою. Другой короткий пример. Почему молитву одних отвечает Бог, других нет. Помните, когда после продолжительных страданий Иова Господь обратился к перенесшему тяжелейшее страдание, потерявшему детей, скорбь, разлуки. И Он сказал, И раб мой помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой. А что, жертвопоношения друзей было недостаточно? Что друзья не могли сами помолиться? Но Господь говорит, Ибо только лицо его я приму. Господь принимает молитву Иова, а друзей не принимает. На молитвы одни Господь отвечает, на молитвы других Господь не отвечает. В чем секрет отвеченных молитв? Это секрет закрыт в Иоанна, 15 глава, 5 и 16 стих. 5 глава. Всем известный нам текст. Я из млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Зимой я обрезаю виноград. Я откидываю в сторону. Прошло несколько дней. Эта веточка непригодна. Ее нельзя уже приставить, чтобы она приносила плод. Она мертвая. А почему мы, христиане, когда мы молимся Богу, пребываем в Боге, потом мы вернулись от Бога несколько дней и думаем, что опять мы прирастимся, наша веточка начнет жить. Она не живет. Для того, чтобы приносить плод, ветка на лозе должна быть постоянно. Нельзя отрезать ее, выбросить. Прошло две недели. А, Господь, я же вспомнил о тебе. Ответь на мою молитву. А Бог не отвечает. Ты же отрезан. Тебя уже выбросили. Ты же негоден. Нужно опять покаяние. Для того, чтобы приносить плод, и Господь отвечал на наши молитвы, нужно пребывать постоянно в Боге. И 16 стих, здесь написано, Христос сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Чтобы плод вас пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам. Когда мы пребываем в Боге, тогда мы приносим плод, и тогда Бог отвечает на наши молитвы. Кто Бог отвечает на молитвы тех, кто не время от времени, а постоянно пребывает в Боге. Кто пребывает в Боге, приносит плод, их молитвы гарантированы, что получится ответ от Всевышнего. Я хочу эту мысль опять повторить. Кто пребывает в Боге и приносит плод, их молитвы гарантированы, что получится ответ от Всевышнего. Эффективная молитва у тех, кто пребывает во Христе. Предельно ясно об этом сказал Христос. Если пребудете во мне, это в 7 стихе, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Мы получим просимое пребывание во Христе, и когда Слово Божие пребывает в нас. Пребывать во Христе мы можем, когда мы молимся, когда мы читаем Священное Писание, когда мы цитируем и общаемся с нашим Господом. И Слово Божие пребывает в нас, когда мы читаем, пребываем в Боге. Пребывать во Христе, это значит иметь близкие и тесные общения с нашим Господом. Когда Дух Святой наполняет нас, и мы чувствуем умиротворение, блаженство, и прекрасные отношения мы имеем с Богом. Мы живем в обеспеченной стране. Замечено, что люди, живущие в достатке, меньше молятся к Богу. И чтобы нас встряхнуть, когда мы кто-то охладевает, Господь допускает переживания. Есть в народе говорят, как тревога, так до Бога. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Секрет успешной молитвы также связан с нашим смирением. Царь Давид, победивший много, с многих противников, врагов, богатейший царь Израиля в 69-м псалме, 6-м стихе писал. Я же беден и нищий Божий, поспеши ко мне, ты помощь моя и избавитель мой, Господь не замедли. Давид, какой же ты бедный. С богатством твоим не могут сравниться соседние государства, но он признает свою духовную нищету. Говорит, я же беден и нищий. Тогда, когда мы признаем свою пустоту, духовное банкротство, свою никчемность, тогда приходит Господь и отвечает на наши просьбы, молитвы. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В молитве жизнь Господь благословляет смиренного. Давид писал, что чаша моя преисполнена. Не наполнена, а преисполнена. Преисполнена, значит, предельно полный в изобилии содержащий. Мы можем просить о Бога, чтобы мы были в достатке, могли выделить что-то и нуждающимся. Чем больше мы создаем свою духовную нищету, никчемность и нуждаемся в Боге, соединены с Ним, тогда Господь использует нас и благословляет. Служение Богу определяется изучением Слова Божьей, молитвы и присоединение к Господу нашему. Мы сегодня отметили, кто невнимателен к Господу во время молитвы, тот ограничивает Бога ответить на молитвы. Следующее, когда мы не молимся или недостаточно молимся, мы ограничиваем Бога послать то, что Он хотел бы дать нам. Но когда молящийся не верит, он также ограничивает Бога. Наш Отец Небесный богат. У Него богатство не только земли, но всей вселенной. В 49-м салме 10-м стихе, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Мы служим великому всемогущему Богу, который желает и посылает нам свои благословения и будет посылать. Просите и получите. Вот эти слова мы принимаем верой и осуществляем Бога, чтобы мы были соединены, как лоза на ветке всегда. А Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом и Иисусом. Амин.